ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы И чьи истории он с удовольствием рассказывал История о правой варежке и левой перчатке Морозным зимним вечером в сугробе возле ледяной горки Лежали потерянные правая варежка и перчатка на левую руку Их по неосторожности обронили дети Которые приходили сюда днем покататься на ледянках и поиграть в снежки Бррр, ну и мороз сегодня Пробормотала варежка, обратившись к перчатке, лежавшей неподалеку Красная шерстяная варежка была заштопана в нескольких местах Видимо, ее носили очень долго Перчатка, сшитая из замши, напротив выглядела очень свежо Она была совсем новой, без потертостей и дырочек Ой, а вас тоже потеряли? Заметив варежку, радостно спросила перчатка Да, меня частенько теряют Мою сестру, левую варежку, всегда уносят домой А меня почему-то роняют и оставляют в сугробе Потом, конечно, вспоминают и возвращаются за мной Так что пока придется немного полежать в снегу С надеждой в голосе сказала варежка А меня еще никогда не теряли Воскликнула перчатка Моя хозяйка любит носить нас с сестрой Только вот почему-то сегодня меня оставили здесь одну Вам, наверное, непросто в такой холод согревать руки своей хозяйки Ведь ее пальцы разделяет замшевая материя Поинтересовалась варежка Да, но в нас, в перчатках, кисти рук выглядят значительно красивее Обидевшись, буркнула перчатка Когда на дворе лютая зима, тут не до красоты Хмыкнула в ответ варежка Перчатка огорчилась от того, что варежка не разделяет ее мнение и сказала А знаете ли, мои прабабушки говорили, что красота превыше всего Длинные, атласные до локтя, расшитые драгоценными камнями Они считались главным украшением королевского наряда С гордостью рассказывая о своих предках, перчатка хотела удивить собеседницу Она и не знала, что варежке вся эта информация была известна Так-так, дайте угадать А дедушки ваши, наверное, служили у рыцарей и придворных короля Мужчинам в то время, по правилам этикета, за один день следовало сменять по шесть пар перчаток Вот почему люди иногда говорят, меняют как перчатки Да, так и было Откуда вам это известно? Удивленно спросила перчатка Варежка улыбнулась Мои предки, сшитые рукавицы, появились задолго до перчаток Сначала люди носили на ладонях мешочки без отверстий для пальцев Защищать руки тканью было придумано, чтобы не повредить их во время работы И во время еды, чтобы не обжечься Позже для удобства в мешочках стали делать прорезь для большого пальца А когда люди научились вязать, появились мы, вязаные рукавицы, то есть варежки А затем появились и перчатки, перстатые рукавицы С отдельными узкими мешочками на все персты, то есть пальцы Встретив вас сегодня, я, конечно, предполагала, что мы с вами чем-то похожи Но не знала, что настолько Произнесла перчатка Варежка лишь улыбнулась в ответ На улице стало уже совсем темно Снеговые тучи затянули небо И сверху начали падать белые хлопья Левая перчатка и правая варежка придвинулись ближе друг к другу Они были рады столь приятной встрече Ведь они были родственниками Наверное, хозяева не придут за нами Сказала перчатка и тяжело вздохнула В это время мимо проходила девочка Голыми замерзшими руками она тянула за собой самки Как же эти облимые руки, скорее бы их согреть Ой, на это же какая находка, как раз правая и левая Девочка заметила на снегу варежку и перчатку Подняла их, быстро натянула на замерзшие руки И согревшись, счастливая пошла дальше Правая варежка и левая перчатка были счастливы Ведь они подарили свое тепло ладошкам и пальчикам девочки В одном древнем-придревнем городе Сказки из плотяного шкафа